Что-то, какая-то необходимость диспетчер уже передаст мне сообщение. То есть на табло у меня высветится все. Не надо никаких телефонных звонков за рулем. Сами представляете, теперь за это все наказывают. А тут все у меня высветится. Каждый маршрут школьников в автобусе под бдительным присмотром. Диспетчер может корректировать направление следования в виде, где находится транспорт и скорость пазика. Новая желтая машина отвечает всем требованиям безопасной перевозки детей. И пришла в Туношну взамен, отслужившей свой срок. Школу подвоз детей осуществляется из 16 населенных пунктов. В районе где-то, вот сейчас планируется по прогнозам, 210 учеников. Это если брать со стороны города Ярославля, начиная с деревни Ярцево, как начинается наш Ярославский меморгий район. И заканчивается, если по трассе до Кострому ехать, это село Красное. Здесь установлена система ГЛОНАСС. Непосредственно ее мониторит и контролирует. Это транспортное управление Ярославского района. Нужно, наверное, непосредственно для того, чтобы знать, где данный автобус в конкретную секунду, в момент работает. Чтобы и мониторить, и отслеживать, исключая всякие форс-мажорные ситуации. Если даже не будет возможности связаться с водителем экстренно. Всего на приобретение пяти новых автобусов из бюджета области было выделено 9,5 миллионов рублей. Помимо туношной, транспорт прибудет еще в Никауский и Рыбинский районы, а также в Бериндеевскую школу Переславля-Залесского. Вообще, на сегодняшний день Ярославская область обслуживает наши школы и перевозит детей к месту учебы и домой. Более 240 автобусов, 242 автобуса. Покупались вот уже все эти годы, с 2009 года средства властного бюджета. И мы контролируем на самом деле состояние автобусов и планируем обновление парка школьных автобусов. Школьные автобусы ездят по 369 маршрутам и доставляют более 7 тысяч учеников на занятия. Парк транспорта для перевозки детей будет обновляться и вновь. Наталья Антонова, Сергей Ватин. День события. Субтитры создавал DimaTorzok